привет всем сегодня я расскажу как можно отремонтировать вентилятор системы охлаждения блока питания или процессора неважно вот у нас имеется такой вентилятор смысл того что он гудит он крутится работает но гудит сильно значит здесь находится наклейка с обратной стороны и и сдираем под ней находится под наглейка находится такая вот заглушка колпачок заглушка здесь она так стоит ее снимаем убираем сторону дальше здесь располагается разрезная капроновая шайбочка снимаем ее откладываем сторону под ней находится у нас резиновый сальник который высыхает вместе со смазкой и лопается в частности этот у меня уже лопнул пополам этот пополам лопнул смазка здесь вся закоксовалась значит дальнейший разбор это снятие вентилятора вот и полный разбор крыльчатки раскручиваем все это хозяйство вот таким макаром разбираем лишняя нафиг сторону пока дальше крыльчатка у нас легко снимается и там он под ней мы видим кучу 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 мохнатой пыли все это хозяйство можно счищать и выбирать берем кисточку щеточку вернее взять такую пожестче и поехали так после чистки проверяем состояние здешнего резинового сальника который находится на этом валу он вроде не разбитый не треснутый будем считать что у нас нормальный берем спирт спиртовую смесь более так скажем качественно вымываем остатки старой смазки нужно спирт бензин взять чего угодно короче неважно факт в том чтобы вымыть старую смазку исчистить ее естественно свала также ротора такая нехитрая процедура так теперь будем восстанавливать значит вот он видно что бьет как бы слегка так по сути дела нам нужно новый новый сальник сделать сальник будет использоваться у нас шайбочки металлические вместо сальника внутренний сальник оставим прежний так как он вроде целый не сильно так скажем пострадавший а вот задние сальники придется переделать так и так пошерстив у себя в закромах я нашел несколько таких вот подходящих по диаметру шайбочек они прекрасно садятся на вал на них и будем менять наш поврежденный сальник короче что нам надо берем значит смазку я использую силиконку помс 400 хорошая вязкость это силиконовая смазка она практически не изнашивается в отличие от того дерьма которым был набит подшипник изначально собираем как бы большая вязкость 400 единиц вот смазываем нашу медно графитовую втулку ось буквально капелюшечку достаточно вот вкладываем эту штуку вот она все ништяково крутится теперь осталось запельменить туда шайбочки вот так вот чик просто вот здесь достаточно даже я бы сказал двух шайбочек выбрать толщину все две шайбочки как раз по толщине отлично подходят капельку смазочки берем запорную шайбу и обратно этой запорной шайбы закрываем ось пропеллера вот так вот вот она лежит у нас сейчас мы ее чик поставим просто пинцетиком аккуратненько надавливаем и тем самым мы ее так пинцетиком пинцетиком наверно поширше чтобы губы были губки были поширше можно конечно таким в принципе не сильно роль играет все чик до щелчка перепроверяем что она села на ось все нормально все карлос он установлен вот такой простой незамысловатый ремонт у нас он не бьет не этот все ништяк крутится всем спасибо за внимание с вами был дмитрий подписывайтесь на канал всем пока